Добрый вечер, в Украине 20.00. Вы смотрите подробности о главных новостях, расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Встреча в Берлине. Лидеры нормандской четвёрки договорились о переговорах. Норвежский протокол. О чём говорил глава государства во время исторического визита в королевство? Винно-убиенные. Почему правоохранители не могут справиться со смертельным алкогольным суррогатом? Коммуналка в раздрочку. Премьер предложил оригинальный способ оплаты коммунальных услуг. Цена вопроса. Сколько требовали львовские депутаты за помощь в продлении аренды на землю? Крупнокалиберные аргументы подогнали сегодня к Верховной Раде. На этот раз не для защиты, а для того, чтобы депутаты интенсивнее сжали на кнопки за конкретные законопроекты. Удалось ли технике повлиять на ситуацию в зале? И о чём избранники спорили в перерывах между голосованиями? Екатерина Лысенко расскажет подробнее. Утром в зале свой перформанс. Нардепам раздают наглядное пособие с портретом главы Нацбанка. Так половина зала требует отставки Гонтарева. И другая часть нардепов призывает коллег угомониться. Национальный банк Украины, НКРЄ, комиссия, которая встановит тарифы в Украине, Нафтогаз Украина – это всегда были инструменты олігархического управления страной по грабунку. Нам снова подкидают темы для сварок и протистояний. В этот раз по линии доставления до головы Национального банка Украины, закидающие не все проблемы экономики Украины на сам перед падение гривней и банкротство меньших банков. Но, господи, давайте быть честными. Проблемы в банковской системе начались в далеком 2009 году. Наследок святой финансовой экономической кризи. А в кулуарах ждет другое представление. Пока зал уже традиционно провалил утверждение повестки дня до конца сессии, краде подогнали БТР и ракеты на выставку. Во внутреннем дворе парламента мини-парад военной техники для стимулирования нардепов к рассмотрению оборонных вопросов. В проекте бюджета, который мы будем рассматривать в четверг, передбачено 5% ВВП на безопасность и оборону. Забегая на период, Народный фронт пытается включить всю ту же спецконфискацию в повестку дня. В бюджете 2017 года эти деньги уже закладывают в доходную часть. Но отсутствие конфискации означает нереальность доходной частини бюджета. Президент должен переконать свою фракцию проголосовать. Одни нардепы посчитали, это уже седьмая попытка фронтовиков внести проект закона в повестку дня. Теперь с ультиматумом, что за бюджет 2017 не проголосуют. Из-за спецконфискации даже поспорить в зале умедрились, рассматривая совсем другие правки еще в нынешнюю смету касательно госгарантий на оборонные заказы. Меня очень удивляет позиция самопомощи, которая сначала сделала все, чтобы провалить любые наши инициативы, стягнуть деньги Януковича на пользу государственного бюджета, чтобы они подальше использовали украинскую армию. А сейчас, когда они вдало отработали это замовление, они валят даже государственные гарантии. У нас есть стратегические задачи, и давайте их отстойвать. Мы в этом году, и это факт, взорвали государственное обороне замовление. Это злочин против нашей страны. И не прикрывайтесь этими гаслами, что вы там какие-то борцы за что-то. Никакие вы не борцы, саботажники и демагоги. Я хочу сказать особисто Ивану Виннику и Сергею Пашинскому. Час, когда вы подгасли, все для войны, для фронта. Третий год, бесконтрольно, вы користовываете гроши платников податков на оборону. Закончився! Впрочем, неконфискация единая и не устает критиковать нардепы и госбюджет на следующий год. В четверг его планируют принять в первом чтении. За этот бюджет голосовать нельзя. Мы не собираемся ни его не поддерживать. Бюджет должен быть социальным. Бюджет должен быть экономически, инвестиционно привлекательным, а не бюджетом проедания. Это бюджет продолжения стратегии посиления бедности. Это бюджет, который сохраняет замороженные пенсии и заработные платы. Руйнует пульговую систему податкования для аграрии. Это бюджет, который сохраняет драконскую тарифную политику. Мы считаем, что нужно уменьшить витрати на полицейские, на прокуратуру, на силовой блок. И считаем, что под поддержкой, социальной поддержкой людей, это должно стать приоритетом всех политических сил. Бюджет перехованный на новой податковой базе. Но мы так и не увидели регистрации от уряда, соответствующего законопроекта про внесение изменений в податкового кодекса. В блоке Порошенко, который пока единственный и поддерживает рассмотрение бюджета, призывают к конструктиву. Хотя к четвергу он может и появиться. А пока, из принятого сегодня, Рада усилила ответственность за пьянство и дезертирство в армии. Правда, закон приняли только в первом чтении. Зато окончательно проголосовали документ, который позволяет женам погибших военнослужащих, которые воспитывают детей до 8 лет, получать выплаты. А участникам АТО разрешили раньше выходить на пенсию. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Вопрос без визы тревожит только 4% украинцев. Такие данные приводит Нардепу от оппозиционного блока Сергей Левочкин. И поэтому, по его мнению, безвизовый режим с ЕС не может быть главной стратегической целью внешней политики страны. Нардеп считает, что сейчас главное объединиться, несмотря на политические взгляды, сформировать для власти и оппозиции запросы на то, как должно развиваться государство и как восстановить мир на Донбассе. Сергей Левочкин подчеркивает, что альтернативы, по его мнению, минским соглашениям нет. При этом некоторые представители власти торпедируют их выполнение. Также результатом работы нынешней власти оппозиционер называет катастрофическую ситуацию в экономике. Напоминает, что по данным Института демографии и социальных исследований Нептухи, более 58% украинцев находятся сейчас за чертой бедности. Президент Порошенко сегодня в Норвегии. Это первый визит главы украинского государства в королевство. В ходе этой исторической поездки президент Порошенко и глава норвежского правительства Эрна Солберг подписали декларацию о партнерстве между нашими странами, где речь идет о том, что Осло и Киев разделяют единые европейские ценности. Стороны будут развивать всестороннее сотрудничество. В документе подчеркивается, что Норвегия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Петр Порошенко встретился с президентом парламента Норвегии Олимиком Томерсоном. Они обсудили вопросы безопасности на Донбассе и реализацию минских договоренностей. В этом документе норвежская сторона четко и недвозначно засадила Россию в связи с незаконной оккупацией Крыма и продолжительной агрессией на Донбассе. И такая четкая позиция вашей державы, пэн премьер-министр, для нас очень важлива. Я уверен, что она станет прикладом и для держав-членов Европейского Союза, которые также следуют вашему прикладу и признают Россию державой-агрессором. Политическая сенсация дня. Встреча на Романской четверке состоится. Ангела Меркель, Петр Порошенко, Франсуа Алант и Владимир Путин завтра соберутся за ужином в Берлине. Все лидеры уже подтвердили свое участие. Чего ждать от этой встречи? Татьяна Лагунова расскажет подробнее. О том, что встреча Нормандской четверки может состояться в Германии в эту среду, говорили журналисты и дипломаты и политики, но мало кто верил. Берлин, Париж, Киеве, Москва дату не подтверждали. Мол, переговоры состоятся только если это не будет просто встреча ради встречи. Вот решено, четверка будет. Ангела Меркель ждет завтра на нормандский ужин. Петра Порошенко, Франсуа Аланда и Владимира Путина. Встречу подтвердили, как говорится, в последний момент. Сегодня утром после телефонных переговоров Ангелы Меркель, Франсуа Аланда и Петра Порошенко. Чуть позже пришла новость из Москвы. Путин тоже согласен и летит в Берлин. Беседовать лидеры нормандской четверки будут в резиденции Ангелы Меркель в канцлерамте. И, как предполагает, формат ужина ближе к вечеру. Главная тема одна – ситуация на Донбассе и выполнение минских договоренностей. Но вот как их реализовать в этом вопросе единства нет. Украина не раз заявляла о своей позиции сначала полная безопасность, включая контроль над границей, потом политика выборы на Донбассе в соответствии со всеми критериями ОБСЕ. Сегодня это еще раз подтвердил президент страны, который находится с визитом в Норвегии. Ни в одной стране мира не могут проходить выборы в присутствии иностранных оккупационных войск. К этой позиции в последнее время склоняются и Берлин с Парижем, мол, выборы нужны, но не любой ценой. И сейчас их провести невозможно. Согласиться ли на такую схему Москва – это и есть главный вопрос завтрашней встречи. Петр Порошенко сегодня сделал свой прогноз. Да, я очень оптимистично настроен относительно будущего Украины. Что касается завтрашней встречи, то я, к сожалению, не столь оптимистичен, но буду рад удивиться. Прокомментировала предстоящую встречу и канцлер Германии Ангела Меркель. Конечно, от завтрашней встречи не следует ждать чудес, но сейчас нужно и стоит продолжать усилия, поскольку нормандский формат – это дипломатический инструмент, который может помочь продвинуться вперед. О чем договорятся лидеры за ужином в Берлине, можно только гадать, возможно, будет прогресс. А возможно, они снова ограничатся формальным заявлением, что альтернативы минским договоренностям нет. В любом случае, Меркель, Порошенко, Ланду и Путину будет о чем поговорить, ведь в последний раз в таком формате они встречались больше года назад. Так что в Берлине не исключают – ужин может плавно перейти в завтрак. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Теракт. Такую дополнительную квалификацию прокуратура Киева внесла в дело о поджоге редакции подробностей. Дело передали службе безопасности на прошлой неделе. Об этом заявили в прокуратуре. Требования телеканала о такой квалификации и о передаче дела в СБУ еще 5 октября удовлетворил Шевченковский райсуд столицы. Теперь производство расследует по четырем статьям Уголовного кодекса – это теракт, хулиганство, умышленное повреждение имущества и препятствование журналистской деятельности. Досудебное расследование теперь будет вести не национальная полиция, а служба безопасности Украины. Там нам подтвердили, что сегодня Киевское управление СБУ действительно получило материалы этого дела. Мы же надеемся на объективное расследование и задержание виновных. В то же время я напомню, что имена заказчиков и исполнителей известны уже давно. Оппозиционеры провели собственное расследование непосредственным организатором поджога назвали министра Авакова, исполнителем экс-советника главы МВД Илью Киву. По результатам расследования оппозиционеров атаковали телеканал криминальные авторитеты Алексей Капишинский и Вадим Мизера. Участвовал в поджоге и Алексей Середюк, активист партии «Братство» одиозного Дмитрия Корчинского. Все эти данные подтверждают и видеозаписи наших камер наблюдения и съемки сотрудников. Вот Илья Кива во время поджога раздает указания людям в камуфляже. Сейчас вы видите, как активисты «Братства», активистов «Братства», а это Мизер возле Интера со своей охраной и его автомобиль сопровождения. А в Кропивницком отличились правоохранители. Патрульный полицейский устроил кровавое ДТП. Все подробности узнаем у Елены Брынзе. Авария произошла накануне еще в полдесятого, но известно, происшествие стало лишь поздно вечером. Возможно, потому что за рулем ВАЗа, который сбил двух девушек, был 33-летний патрульный. Это его личный автомобиль. Мужчина был не при исполнении девушек. Он сбил на улице Евгения Чиколенко на пешеходном переходе. По предварительным данным, полиция превысила скорость. Обе студенток с травмами увезла скорая. В одной был перелом шеи и плеча с левого. Она была направлена, ей 17 лет, и она направлена была до детячей областной лекарни. И в другой ей 18 лет забейстегнал. Она была надана ей допомога и отправлена домой. Все будет с ними добре, но процесс лекарства в первой будет долгий. И процесс реабилитации. В городском управлении патрульной полиции уверяют, их сотрудник был трезв. Его уже отстранили от исполнения служебных обязанностей. Но комментировать происшествие, как и предоставить более подробную информацию о ДТП, правоохранители отказываются. В областной прокуратуре уже открыли уголовное производство. По факту аварии идет досудебное следствие. Впрочем, пострадавшая студентка, которая остается в больнице, с журналистами общаться также не захотела. Мол, претензий к водителю не имеет, поскольку тот обещал оказать помощь в лечении. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Кропивницкий. Винно убиенные. Уже 64 человека в Украине умерли от отравления суррогатным алкоголем. Это число растет с каждым днем. Смертельные случаи зафиксированы в шести областях. На востоке и в центре. Первые, чуть меньше назад, меньше месяца назад, появились в Харьковской области. Эксперты подтверждают, что люди умирают от метилового спирта, из которого получают этот нелегальный продукт. В Харькове уже арестован производитель подделок. Почему правоохранители не могут справиться со смертельным алкогольным суррогатом, выясняла Светлана Шекера. В поселке Высокий под Харьковом люди молчаливо возвращаются с кладбища. Здесь за последние дни только на одной улице умерли шесть человек. Все отравились суррогатным алкоголем. Это такой ужас, потому что они счастливые молодые люди, которые думали о будущем. Это ужасно. Которым 39 и 41 пара молодая и счастливая. Владимир Наземцев потерял сына и невестку. Говорит, у сына был день рождения. Вместе с женой вечером выпили по рюмке. Невестке сразу стало плохо. Замерили давление высокое. Скорую помощь вызвали. Ну, так случилось. Не довезли. Сын скончался через два дня в больнице. Зрение сразу упало. Ну, вызвали скорую помощь, привезли туда вроде ничего. Утром звонили, говорят, привезите мне покушать. Ну, когда уже поехали, выходят докторы, говорят, такое известие. Все шестеро умерших жили неподалеку от киоска, в котором, по словам людей, уже много лет продавали алкоголь. Все говорят, потому что у нас люди вокруг, и все говорят, что эту водку брали в киоске. Ну, такие, знаете, емкости по 10-литровой или 5-литровой с краником. Ну, очевидно, кто-то где-то покупали же по дешевке, а здесь сдавали подороже. Сегодня продавец киоска делает вид, что не знает, о чем речь. Так вы говорите, не торгуете водку? Торгуете водку? Нет, ну, пройдите, посмотрите, что я вам... Нет, я же вам сказала, нет. Мы не торгуем. У нас так не торгует. Пожалуйста. Правда, когда приходит хозяйка, женщины срываются на крик. И это понятно. За торговлю суррогатом поплатился даже владелец киоска. Он тоже выпил дешевого суррогата. И тоже умер. Что вы нас снимаете? Что вы снимаете? Что вы снимаете? Что вы снимаете? В этом я виноват. Что, мазение это произошло? В госпродслужбе говорят, меньше чем за месяц в Харьковской области от отравления суррогатным алкоголем умерло уже 49 человек. Почти у всех в крови обнаружили метиловый спирт. Чиновники разводят руками. Уже месяц ведут разъяснительную работу. Безрезультатно. В конце сентября правоохранители уже задержали изготовителя смертоносного алкоголя. 26-летний парень с тремя помощниками завозили из Северодонецка метиловый спирт. Смешивали с водопроводной водой и разливали в тару. Этикетки и акцизные марки печатали на принтере. 8 тонн суррогатного спирта удалось изъять. Но сколько подпольный цех уже успел распродать, неизвестно. Была реализация по сети интернет. Суррогатная продукция расползлась и по соседним областям. И продают ее в основном нелегально. В маленьких киосках и на разлив. Преступную схему другого порядка наладили депутаты одного из гурсоветов во Львовской области. Политические оппоненты из двух разных партий без проблем нашли общий язык. Их объединили 100 тысяч долларов. Что и у кого они решили отжать, выясняла Галина Якушко. Деньги это то, что объединяет даже ярых оппонентов. Депутаты Винниковского городского совета из партии простых людей и гражданской позиции позабыли о политических противоречиях ради 100 тысяч долларов. Деньги, а в придачу еще и квартиру трое народных избранников потребовали у местного застройщика за продление договора аренды на земельный участок. Тот от выставленного счета за услуги пришел в негодование. И сказал, решит вопрос дешевле через суд. Тогда депутаты сбросили цену до 10 тысяч долларов. В результате того, что Павел Миколаевич отказался сплачивать деньги в размере такому, где-то поступово сумма уменьшилась. Или это было с привязкой к площади забудования, или к площади квадратных метров, которые должны были быть сбудованы. Пока что я информации не имею. Деньги предприниматель должен был передать депутатам Богдану Явному, Всеволоду Хаме и Андрею Черному. Предпринимателю дали инструкции проехать несколько километров за машиной депутатов в сторону лесопосадки, остановиться рядом с их авто, а затем уронить пачку долларов на землю. Деньги якобы случайно должны были подобрать избранники. Но продуманная, казалось бы, до мелочей схема дала осечку. Предприниматель ранее обратился к сотрудникам военной прокуратуры. И те вместе с СБУшниками и задержали депутатов-вымогателей прямо на месте преступления. Они разбили этап удержания промеженной выгоды. В два этапа разбили. Первый – это отримание договора на правильную участь на однокомнатную квартиру в арте 350 тысяч гривен. И в другой этап они удержали грешевые кошки. Сейчас депутаты находятся в следственном изоляторе. Завтра им будут избирать меры пресечения. Вымогателям грозит до 10 лет лишения свободы. На страничке гражданской позиции в Фейсбуке уже появился официальный ответ на действия депутатов. Партия, мол, с коррупцией борется. И если вину виньковских депутатов докажут, то их тут же исключат из партии. В социал-демократической партии, по таким названиям, теперь выходит на политическую арену партия простых людей, проступок своего однопартийца тоже осудили. Калина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интер Львовская область. Занимательная экономика. Правительство предлагает еще один способ оплаты коммуналке для тех, кто не может оформить субсидию. Что советует нам Владимир Гройсман? Узнаем от Ирины Романовой. Анонсированная профсоюзами на четверг, массовая акция протеста переносится. Сначала профсоюзы решили обсудить свои требования с премьером. Глава федерации отметил, кое-что из генсоглашения, подписанного с Кабмином в конце августа, уже выполнено. Создан комитет развития промышленности, пересмотрен прожиточный минимум. Но это далеко не все. За рахунок врастания цены на газ, на электроэнергию, на житло-коммунальные послуги, вартость прожития сбільшилась на 40%. Профсоюзы требуют от правительства провести реформу оплаты труда. Премьер не против. С 1 грудня мы поднимаем социальные стандарты на 10%. Если вы скажете, что это мало, я с вами абсолютно погоджусь. Это только начало. Мы должны уйти в 2017 год с качественной системой оценки платы украинцев. Но повышение зарплат невозможно без экономического роста. И в следующем году правительство ожидает его на уровне 3%, уверяет премьер. От прогнозов Гройсман возвращается к реалиям. Отопительному сезону и субсидиям сообщает. Для тех, кто не может их оформить, правительство придумало выход. Мы проведем 12-месячную строчку на оплату житлово-комунальных послуг для тех, кто не желает получать субсидию. Споживаем сегодня, платим 12 месяцев. Люди отчутся и увидят, увидят рахунки и увидят, что компенсация является принятой. И фактически, даже от подвищения до рынкового уровня цены на бюджетах родин это не означается. Правосоюз уже категоричный. Рассрочка рассрочкой, но даже она многих не спасет. После встречи с премьером министрами, профсоюзы акцию протеста решили не отменять. У стен парламента планируют собраться 17 ноября. Ирина Романова, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интернет. А в Николаеве решили доживем до понедельника и отпустили детей на каникулы. В этом южном городе сегодня ночью были первые заморозки. Центрального отопления нет ни в детсадах, ни в школах, ни в больницах, ни в жилых домах, поскольку теплокоммунэнерго не подписала договор о поставках газа с Накнафтогаз. Из-за этого на предприятии не могут растопить котлы. В школах и детсадах температура около 10 градусов. Власти решили остановить учебный процесс. Внеочередные каникулы объявили до следующего понедельника. К этому времени надеются, что теплок все же дадут и классы успеют прогреться. Садики не закрывали, но родителям малышей рекомендовали детей не приводить тоже до следующего понедельника. В больницах и родильных домах врачи отапливают палаты электрическими обогревателями. Подписано распоряжение о начале отопительного сезона. Однако до сих пор теплонемеряющие предприятия не готовы подать теплоноситель. Поэтому сегодня было принято решение о том, чтобы временно приостановить учебный процесс школы города. А в соседней Одесской области за нормальные условия существования вынуждены в буквальном смысле бороться инвалиды-переселенцы с Донбасса. Напомню, беженцы до сих пор в поисках нового пристанища. Все подробности узнаем от Андрея Анастасова. До последнего времени в санатории Куяльник под Одессой проживало более ста инвалидов с Донбасса и их родственников. Вчера корпус закрыли на ремонт. Остановились лифты, нет электро- и водоснабжения. Половина беженцев отправилась обратно на восток. Их принял санаторий в Донецкой области. Но еще 30 человек наотрез отказались покидать Куяльник. Вариант переселения, предложенный одесскими чиновниками, школа-интернат в селе Борщи, в 250 километрах от Одессы, их не устраивает. На колясках там невозможно, далеко от больницы, никакой реабилитации. И опять моего препарата тоже в селе нет. Блазь бездействует, нас не слышит, не понимает. Мы здесь бесправны абсолютно. Теперь, сидя в потемках, люди надеются на чудо. Мол, чиновники их все же услышат. А вот другая группа переселенцев, порядка 40 человек, решили не дожидаться. В селе Фонтанка под Одессой они самостоятельно заняли пустующую школу-интернат. Она находится на балансе минобразования. Своими силами подключили электричество. Один раз уже переночевали. Рассказывают катастрофически. Не хватает мебели и постельного белья. Спят на мягких игрушках. Вот это моя подушка. Мужчины тут же занялись ремонтом. Женщины готовят на скорую руку еду. Бабушки облагораживают двор. За три года здесь все заросло травой. Сами себе поднимаем настроение, иначе нельзя жить. Раньше мы хоть и вместе проживали, но тем не менее, как-то все по отдельности. Сейчас мы живем одной большой дружной семьей. Вот сегодня мы планируем приготовить борщ на всех. Что до властей, то их четкой реакции на все это пока нет. Волонтеры же утверждают, подобное самовольное заселение абсолютно правомерно. Просто инвалиды решили сами выполнить требования закона о внутренне перемещенных лицах. Тем более, о существовании этой государственной школы чиновников предупреждали. Мы уже несколько месяцев ведем переговоры с Министерством временно оккупированных территорий. И об этом здании мы говорим регулярно. Но оно как бы не пошло в какое-то деловое русло никак. Теперь беженцам с квоттером в Фонтанке жизненно необходимо возобновить в здании водоснабжение. Надеются на содействие местных властей и Министерства образования. Мы, к слову, сегодня отправили запрос в это ведомство с просьбой обозначить свою позицию. Ответ пока не получили. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер, Одесская область. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Гиблое дело. Кто обеспечивает беглому депутату Александру Онищенко спокойную жизнь в британской столице? Что останется в Лас-Вегасе? Завтра состоятся самые азартные дебаты предвыборной гонки в Соединенных Штатах. В апелляционном суде Киева продолжают рассматривать ходатайство защиты Александра Ефремова об изменении ему меры пресечения. Адвокаты бывшего губернатора Луганской области, которого обвиняют в сепаратизме и растрате государственных средств, оспаривают решение Печерского суда оставить Ефремова под стражей до 24 ноября. Защита просила судей об отводе прокуроров. По мнению адвокатов, они не имеют права участвовать в процессе, поскольку в материалах дела нет документов, подтверждающих их полномочия. Но суд это ходатайство отклонил. Здесь у нас имеются только ссылки на изменения группы прокуроров. А назначения группы нет. Это неуполномоченные лица проводят расследование, руководят этим расследованием. Официальный Киев так и не обратился к Великобритании с требованием экстрадировать Александра Онищенко. Беглый депутат, которого в Украине обвиняют в хищениях, уже третий месяц живет в Лондоне. Кто затягивает этот процесс, разбиралась наш европейский корреспондент Светлана Чернецкая. Именно Лондон Александр Онищенко выбрал в качестве убежища. И это не случайно. Беглый украинский депутат обладает видом на жительство в Великобритании, что, впрочем, не дает ему никаких преимуществ перед законом. Накануне в интернете появилась информация о том, что экстрадиция Онищенко невозможна из-за отсутствия соглашения между Украиной и Великобританией о выдаче подозреваемых или обвиняемых. Но в Королевской прокуратуре объяснили, это не исключает возможности Киеву напрямую обратиться с требованием об экстрадиции депутатам. Запрос рассмотрят в Британском министерстве внутренних дел. Но пока никаких бумаг из Украины туда не поступало. Несмотря на то, что депутатскую неприкосновенность с Онищенко сняли еще в июле. В Национальном антикоррупционном бюро Украины нам отказались что-либо комментировать. Там до сих пор ждут решения Интерпола по объявлению Онищенко в международный розыск. Мол, пока этого не произойдет, у прокуроров руки связаны. А беглый депутат общаться на камеру сегодня не захотел, но сообщил, сам уже ждет не дождется, когда начнется процедура экстрадиции. Ведь это, по его мнению, значит, что он сможет в суде доказать отсутствие оснований для своей выдачи. Вот как Онищенко объяснял нам свои планы в недавнем интервью. Я думаю, у наших правоохранительных органов недостаточно аргументов и доказательств в том, что я виноват в этом деле. Я пока не думал вообще о политическом убежище. То есть у меня есть вид на жительство здесь. Если придут бумаги на экстрадицию, если будет судебное разбирательство, если будет чувство политическое давление, только после этого я буду подавать. По британскому законодательству, после обращения об экстрадиции, Министерство внутренних дел решает, давать ли дел уход. И если да, то документы передаются в суд. Там украинским представителям придется доказать отсутствие политических мотивов преследования. Сам же процесс может затянуться на долгие месяцы. Напомню, в Украине Онищенко обвиняют в незаконном присвоении средств государственной компании «Укргазводобывание» и нанесении государства ущерба на сумму 3 миллиарда гривен. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Накануне встречи лидеров «Нормандской четверки» ситуация в Луганской области обостряется. Боевики почти каждую ночь открывают огонь, в том числе и из ствольной артиллерии. Не решен вопрос разведения войск в районе станицы Луганской. Этой ночью там по позициям наших военных ввели огонь из минометов. Обстрелы возобновились и в районе Золотого, где войска уже разведены. О жизни в серой зоне подробнее Ирина Баглай. С этих высот в селе Золотое хорошо просматривается участок линии соприкосновения, где было проведено разведение войск. Здесь оборудовали наблюдательный пункт для миссии ОБСЕ. Во время последнего обстрела со стороны боевиков днем, интенсивность огня была такая, что наблюдателям пришлось спрятаться вот в это битонное сооружение. Об этом обстреле международные наблюдатели упомянули в своем отчете, как и о взрывах от мин. Насчитали больше полусотни, ориентировочно в стороне серой зоны. Золотое поделено на части, пятое оккупировано, по четвертое прошла разграничительная линия. С утра был обстрел. Для того, чтобы встать по наших позициях, они начали стрелять по селу. Поправки на ветер брались поганые. Две улицы от верхней железки и от нижней железки раздолбали серьезно. Часть Золотого-4 и есть то место боевых действий. Вопреки объявленному перемирию и разведению войск, тишины здесь нет. Жители этой пятиэтажки уже еще с взрывом под окнами не ведут. Разрушенные стены и выбитые окна ремонтировать не торопятся. Галина объясняет, пустая трата денег, пока идут обстрелы. Ее семья безвыездна в Золотом. За время боевых действий родилась Даша. Малышки нет и года. Весь день стреляли. Дети в школу ходят, боятся. Вот сегодня пошел в школу, а как забирать? Вдруг стрелять начну. Неподалеку от дома железная дорога. Она под прицелом у боевиков. Переходить ее опасно и гражданским. Недавно снайпер подстрелил женщину. Скорее всего принял за оружие грабли, которые она несла, объясняют армейцы. Вот там под полем, ближе от нас есть пост. Пост укрепленный полностью. Отсюда же работа в АГС по нас. Отсюда же железки. Работают снайперы тоже. В последнее время на этом новом посту оживление. Военные говорят, вместо отступления противник подтягивает силы и отправляет диверсионные группы в серую зону. А жители таких поселков чувствуют себя изгоями. Так что тебе надо? Подыхать здесь, в серой зоне. Этот вопрос надо поднимать, потому что вы не коммунистные. Вот скорую или там такси. Боже, сохранить. Говорить на камеру с открытыми лицами люди отказываются. Боятся вторжения боевиков. Те же, кто еще за спинами военных только слышат взрывы, для них страшно оказаться между воюющих сторон. Боимся. Этого боимся. Почему? Чтобы не было нейтральной территории. Как-то страшновато. Непонятно, как вот, знаете, свадьба в Малиновке. Власть меняется. Чтобы не было такого. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Луганской области. Подробности телеканал Интер. Если в Берлине Нормандская четверка договорится о выборах на Донбассе, парламент обязан за это проголосовать. Такое заявление появилось на сайте оппозиционного блока. В партии надеются, что переговоры принесут результаты. Будут достигнуты соглашения, которые восстановят мир на востоке Украины. Верховная Рада не должна быть гальмом реализации Минских угод. Партии, которые выступают против Минских угод, фактически провокируют продолжение войны. Если дальше Верховная Рада будет игнорувать волю и желания граждан страны, она должна быть распущена. Достроковые парламентские выборы должны происходить одновременно с референдумом по новой Конституции. Украинские граждане должны сами решить, в какой стране им жить. В качестве живого счета используют террористы ИГИЛ, оставшихся в осажденном Иракском Масуле мирных жителей. Там в самом разгаре битва за город, который считают форпостом боевиков. Войска коалиции закрепились в предместях, но внутри антитеррористического союза наметились серьезные противоречия. Какие, расскажет Сергей Ауслендер. Коалиция двинула на город колоссальную группировку. Около 50 тысяч бойцов, сотни танков и бронемашин, артиллерия и внушительная авиационная поддержка. У боевиков ИГИЛ нет шансов удержать Масул, их в 10 раз меньше. Курские отряды уже захватили восточные предместия, части иракской армии завершают окружение. Масул это последний крупный оплот халифата на территории Ирака, поэтому его падение означало бы крупнейший успех в борьбе с исламистами. Это важная составляющая кампании по ослаблению и последующему уничтожению ИГИЛ. Это признак того, что наши усилия вполне успешны, но еще много нужно сделать, чтобы достигнуть цели. Вашингтон всячески приветствует начало операции. США поддерживают ее самолетами, а в рядах курдских и иракских отрядов много американских советников. Но эксперты полагают, что дело не в том, сумеет ли ИГИЛ удержать город. С этим все более-менее ясно. Вопрос, сумеет ли удержаться коалиция с таким трудом, собранная американцами. Что Масул они возьмут, это понятно. Вопрос заключается в том, сравняют они его с землей предварительно бомбардировками или нет. А вторая часть заключается вот в чем. Там рвутся участвовать в этих боях шиитское ополчение. А шиитское ополчение примерно может выглядеть так, как примерно Сабра и Шатила. Они войдут туда и начнется резня. Больше миллиона мирных жителей. Это огромный живой щит, которым террористы прикрываются от атак коалиции. Несмотря на предупреждение, разбросанные из самолетов листовки с призывами покинуть город, уйти гражданские не могут. Таких боевики ИГИЛ казнят на месте. Восстание, которое началось в городе с началом наступления, подавлено с неимоверной жестокостью. Ожидаются тяжелейшие уличные бои и никто даже не берется предсказывать число возможных жертв со стороны мирного населения. Под наступление попал не только Масул. Люди пока не бегут, но по мере продвижения войск коалиции до 200 тысяч человек станут беженцами в ближайшие несколько недель. И возможно до миллионов в следующие месяцы. То есть мы ожидаем более высокий уровень перемещения, чем видели до этого. Противоречия в коалиции уже начинают сказываться. Курды заявили, что не собираются отдавать освобожденные территории, они останутся под контролем пешмерги. Турция заявляет, что провинция Ниневия, центром которой является Масул, это территория Османской империи, а значит должна отойти Турция. Отношение Стамбула и курдов фактически состояние войны. Эта битва обещает стать самой кровавой с момента начала войны против халифаток. Боевым действиям подключилась Франция. Ее самолеты с авианосца в Средиземном море бомбят город. Сейчас вокруг Масула завязался исключительно сложный стратегический узел. И каждый участник этих событий старается извлечь свою выгоду. А в центре кровавого хаоса сотни тысяч мирных иракцев, которым просто некуда бежать. Сергей Услендер, подробности телеканал Интер, Израиль. Им запрещено жаловаться, но молчать они больше не могут. Французские полицейские все чаще выходят на улицы не охранять, а участвовать в акциях протеста. Рискуя при этом потерять работу. Этой ночью около 500 правоохранителей собрались на Елисейских полях. Чего они требовали, расскажет София Гордиенко. Полиции протестовать нельзя. Таковы правила практически во всех странах Запада. Но у французов терпение лопнуло. Всему видной событие 8 октября. Опасный район пригорода Парижа. Здесь живут в основном мигранты. Группа подростков в масках. Атаковала полицейских. Забросала машины коктейлями Молотова. И даже заблокировала стража порядка внутри. Сейчас мужчина с ожогами в реанимации. 15-летние хулиганы на свободе. А начальство на просьбу выделить экипировку понадежней. Особенно на подобные выезды отмалчивается. Мол, покупайте сами. Вообще французские стражи порядка отмечают. За последние 10 лет количество нападений на них, как во время манифестации, так и на выездах, значительно участилось. Неделю назад они вышли на безмолвные пикеты к своим управлениям по всей Франции. Сегодня ночью собрались в Париже. Пришли поодиночке и вместе в штатском и форуме в начале к больнице, где до сих пор находится их коллега, а после поехали в центр города. Мы каждый день уходим из дому, оставляя жен, детей и не знаем, вернемся ли домой или попадем в больницу или еще куда-нибудь. Нам надоело, что постоянно нападают на коллег и нет никакого сочувствия и реакции со стороны властей. Дирекция национальной полиции их не успокоила. Наоборот, руководитель в своем коммунике назвал поведение подчиненных неприемлемым и пообещал провести расследование и наказать манифестантов. А вот опросы показали, что простые граждане полицейских понимают и даже поддерживают. 90% опрошенных журналом Фигаро согласились, что если условия службы плохие, стражи порядка имеют право выходить на улицу с протестами, несмотря ни на какие правила. София Гордиенко, Василий Трешковский, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Направление номер один в Соединенных Штатах сегодня не достать авиабилеты в Лас-Вегас. Туда сейчас летят сотни дивизионных групп и все ради главного телешоу. В этой избирательной гонке последних дебатов. В аэропорту сейчас и мой коллега Дмитрий Анопченко и вот что он успел передать буквально перед вылетом. Мы действительно сейчас вылетаем в Лас-Вегас и будем единственной украинской телевизионной группой, которая получит возможность увидеть все своими глазами, следить за происходящим изнутри. Традиционно считалось, что вторые и третьи дебаты не так уж и важны. Все следили за первыми, мол, ну а дальше понятно, чего ждать от кандидатов. И лишь в этом году все с точностью да наоборот. Вот почему в Лас-Вегас сегодня вылетают тысячи людей. Телевизионщики, репортеры крупнейших газет, технические сотрудники штабов обоих кандидатов. Рейсы переполнены, летят и в соседние города, чтобы добираться потом машиной. Ведь столица игрового бизнеса в эти дни станет столицей большой политики. Тут выступали сотни мировых знаменитостей. Но ни одна из них, похоже, не получит той аудитории, которую соберет финальный бой Трампа и Хиллари. Это будут последние 90 минут в прямом эфире. Возможность сравнять шансы для Трампа, возможность еще больше вырваться вперед для Хиллари. Поэтому смотреть эти дебаты будет вся Америка. Что интересно, если первые двое дебатов вели телевизионщики, каналы которых откровенно критично настроены к Дональду Трампу, ну, чего только звезда CNN Эндерсон Купер стоит, то третьи дебаты по жребию выпало вести человеку, который возглавляет воскресные новости Fox News, канала и программы, которые более чем комплиментарно настроены к кандидату от республиканцев. Понимая это, Хиллари Клинтон с пятницы не появлялась на публике. В ее календаре до самих дебатов не запланировано ни встреч, ни интервью. Как признаются в ее штабе, интенсивно готовится. Каждый день до ночи репетирует, проговаривая с командой разные варианты развития событий. А в команде Трампа сказали, взяли на вооружение главное правило. Если тебя ударили, бей в ответ еще сильнее. Так что, мол, не ждите, что на третьих дебатах Трамп будет спокойным и рассудительным. И не удивляйтесь, если в Вегасе он припомнит Хиллари все. Сами кандидаты вылетят в Лас-Вегас уже завтра. И хотя, согласно данным соцопросов, Хиллари пока лидирует, и она сама, ее соперник, прекрасно понимают. На сцене конференц-зала Лас-Вегаса, как и в казино Лас-Вегаса, все сейчас поставлено на карту. И проигрыш в этой партии может означать проигрыш во всей политической игре. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Чем почуют гостей в Американском Белом Доме, и за что служители Испанской Церкви оштрафовали на 16 тысяч евро? Об этом и не только в нашем обзоре. Власти Японии начали подготовку к отречению императора Акихита от престола. В прошлом году 82-летний правитель неожиданно заявил, что хочет на покой. Свой хризантемовый трон планируют передать сыну. В Японии срочно собрали спецкомиссию из ученых и крупных бизнесменов. Элита проводит консультации с историками и юристами, чтобы понять, как изменить законы. Ведь в стране запрещено отрекаться от престола. Акихита считался единственным в мире правящим императором. Чем угощают в Белом Доме заморские делегации, рассказал американский шеф-повар Марио Батали. Его пригласили готовить для итальянского премьера Матео Ренци. Политик проводил переговоры с Барком Обамой и остался отобедать. Батали угощал дорогого гостя жареным калифорнийским инжиром, крабовым миконоле и ягненком с розмарином, выращенным на лужайке перед Белым Домом. На десерт – тыквенный пирог с клюквой и слоеное пирожное с яблочной начинкой. Власти городка в окрестностях Мадрида наложили штраф на местную церковь. За громкий колокольный звон. Люди, живущие по соседству, пожаловались на шум. После проверки оказалось, древнейшие колокола 12 века издают настолько сильный звук, что превышают норму в 55 дБ, почти на 30 пунктов. Теперь церковникам придется уплатить 16 тысяч евро штрафа. Четыре дня в собственной ванной комнате провела 86-летняя Дорин Манн. Британка заперлась так, что не смогла выйти. Спасла бабушку официантка из ресторана в Саут-Энди. Дорин регулярно там обедала. Девушка вызвала полицию, бабулю освободили. После такой неприятности Дорин сразу же купила себе мобильный. Погибнуть в свадебном платье могла невеста из Ливана. Роскошная свадьба в Бейруте чуть не обернулась трагедией. Когда парочка сиганула в бассейн, оказалось, девушка совсем не умеет плавать. Платье с рюшами намокло, стало тяжелым и начало тянуть невесту ко дну. К счастью, это заметили гости веселья и пришли на помощь. Американцу, страдающему аэрофобией, разрешили летать суткой. Селезень по кличке Даниэль получил официальный документ, согласно которому птицу можно брать на борт. Летает Даниэль в подгузнике с эмблемой Капитан Америка и жует макароны с сыром. Наш сайт подробностей.юэ. Информация о том обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok